День добрый, с вами Смирнова Ирина. Мы продолжаем работу с нашим интернет-магазином, который мы создаем бесплатно на платформе WordPress с помощью плагина WooCommerce. Сегодняшняя тема – установка самого плагина на наш созданный поддомен. Итак, вот на этом внешнем виде нашего сайта мы с вами остановились. То есть у нас установлена тема Storefront. И сразу же эта тема, так как она создана создателями этого плагина, сразу же предлагают установить сам плагин. Мы можем нажать вот на эту кнопку. И у нас пойдет установка самого плагина. Плагин можно установить, если у вас другая тема, скачав его на странице этого плагина. Но как это сделать, я описала в статье. Здесь мы с вами конкретно смотрим, как мы устанавливаем этот плагин на нашей установленной теме. Кликаю «Активировать плагин». Устанавливается он здесь на этой теме очень хорошо, без всяких каких-либо проблем. И вот нам предлагают уже просмотреть, так сказать, все настройки, все процедуры, которые мы должны будем с вами сделать. То есть мы идем вот здесь сейчас вперед. Нам показывают, что у нас с вами будет. Вы внимательно можете прочитать это все. Можете просмотреть, можете не просматривать, то есть уже решить все эти вопросы. То есть здесь прямо сразу же идет конкретная настройка самого магазина. Значит, у меня, так как идет базирование моего IP, и ID идет в Беларусь, и сразу высвечивается Беларусь. Вы здесь выбираете, естественно, то место, ту страну, где работаете вы. Ну, например, если вы работаете в России, значит, вы просто здесь вводите. Вот она у вас выпадает здесь, Россия. Вы выбираете Россию. Выбираете российские рубли. Вот он, российский рубль. Позиция валюты у нас с вами обычно справа мы пишем. Вот пишите справа с пробелом, чтобы это было действительно так, как мы с вами привыкли делать. Тысячный разделитель у нас такой, десятичный такой, количество знаков десятичной дроби. Здесь вы выбираете ту единицу, что вы собираетесь продавать. У меня здесь будут единицы. Я потом это буду исправлять. То есть здесь фунты, унцы и так далее. Вот здесь можете сделать, да? Но идет здесь конкретный выбор. Исправить вы здесь не можете ничего. Использовать в обозначении, что вы собираетесь. Это опять же то, что вам необходимо, то вы используете. И мы продолжаем с вами работу дальше. Установка доставки. Значит, сразу же, как видите, здесь есть возможность настраивать сам плагин внутри плагина. Но так как у нас очень хорошо сгенерирована тема с плагином, то здесь у нас есть возможность установки и настройки плагина прямо сразу же после активации этого плагина. Значит, вы здесь можете обеспечивать доставку товаром своим клиентам. Опять же, вы выбираете. И выбор у вас. Будете ли вы включать налоги в стоимость заказа. Я кликаю здесь «Буду». Я буду указывать цены без учета налогов или я буду указывать цены с учетом налогов. Вы можете пропустить этот шаг, если вы хотите подумать. Вот я сейчас просто его пропускаю. И здесь у вас уже предлагается вам выбор каких-либо возможных оплат. Предлагаю вам здесь практически четыре конкретных есть возможности. Интернет-возможность. Это PayPal. Вы можете здесь поставить в чекбоксике сразу же галочки. Вы можете сделать чековые платежи, пожалуйста, оплата банковским переводом и наложенный платеж. Но обычно выбирают наложенный платеж, банковский перевод и PayPal стандарт. Вот можете все это установить. Об этом мы будем говорить попозже. И кликаем просто «Продолжить». Все. Ваш магазин готов. И так далее. Вы можете уже создавать свой первый товар. Следующие шаги. Здесь есть возможность получить информацию об этом. Я кликаю «Нет. Спасибо». И возвращаюсь в консоль WordPress. Пока я свой первый товар не создаю. Вернуться в консоль WordPress. Теперь смотрим, что у нас здесь с вами появилось. Посмотрите, у нас появился сам плагин. Причем он у нас настроен на русском языке. То есть не надо нам никаких переводов делать. Здесь в самом плагине у нас есть заказы, купоны, отчеты, настройки самого плагина, состояние системы аддона. У нас есть вкладочка, появилась новая вкладка, которая называется «Товары». Сами товары, добавление самого товара, категории товара, метки, атрибуты и так далее. Значит, для начала нам нужно, как всегда, в первую очередь, это сделать настройки самого магазина. Мы уже их частично сделали, но обязательно зайдите. Мы с вами находимся не где-нибудь, а в WordPress. Даем название нашему магазину. Я пока просто пишу «магазин», потому что это у меня пример. Я пишу, что здесь магазин у меня, ну, например, будет «Готовая одежда». Так, и здесь все наши данные даны, но имейте в виду, что мы с вами еще можем дать регистрацию. У нас каждый может зарегистрироваться. Вот мы обычно в блоге, вот в этом чекбоксике оставляем его пустой. Здесь мы оставляем, в чекбоксике ставим флажок. Естественно, для того, чтобы мы могли работать. Здесь у нас с вами выбор нового пользователя. Новый пользователь у нас не подписчик, не менеджер магазина, он у нас клиент в данном случае. Вот мы оставляем его как клиент. То есть вы обратили внимание на то, что сам плагин делает определенные настройки внутри WordPress. То есть дополнительные появляются у нас опции и функции. Выбираете часовой пояс, выбираете формат даты, формат времени. Это для нас с вами важно. Первый день недели, язык русский. Пишем «Сохранить изменения». Так, пишем «Написание». Написание у нас здесь остается такое, как мы с вами все вопросы решали. Чтение. В чтении мы выбираем статическую страницу. Имейте это в виду, потому что у нас это будет не блог, это будет магазин. И мы выбираем страницу, ту страницу, которая у нас является магазином. В данном случае у нас мы должны выбрать страничку, которая называется «Витрина». То есть человек, который пришел к вам в магазин, он должен сразу попасть на витрину с товарами. Вот это вот достаточно важно. Дальше. Здесь мы ничего не трогаем у нас. Ну, наверное, сохраняем изменения. Обсуждения. В обсуждении оставляем все настройки, такие, какие у нас есть. Так. И медиафайлы. Медиафайлы остаются у нас такие же, опять же, как... Потому что мы будем загружать много картинок. Мы оставляем их такие, как есть. Берем постоянные ссылки. С постоянными ссылками будьте внимательны, потому что здесь нам нужно, чтобы у нас было название записи. Вот он, постмейм. Но имейте в виду, что у нас с вами еще появляются дополнительные вот эти вот настроечки. Эти настроечки у нас будут. База категорий товаров вот таким образом показана. База меток товаров. И мы постоянные ссылки товаров можем с вами выбрать вот такую. Вот, например, как база магазина, шоп. База магазина с категорией, произвольная база. Но лучше всего выбирать базу с продуктом. Потому что вы продвигать будете продукт. Если вы будете продвигать магазин, то, конечно, тогда лучше делать вот такую вот настройку. Я беру настройку продукта и пишу сохранить изменения. То есть здесь некоторые настройки отличаются от настройки блога WordPress. Но они все очень хорошо продуманы. Итак, вот эти вот настройки мы с вами сделали. Теперь мы помимо этого плагина, мы должны еще с вами загрузить два плагина. Первый плагин это плагин, который будет уменьшать ваши картинки. Об этом плагине я писала вот в этой статье. Как уменьшить весь картинки с помощью плагина. Плагин называется Smurfic. Его в переводе идет название как Smurfic. Берете вот его название, заходите в плагины, добавить новый. Этот плагин очень важен, потому что весь магазин будет состоять, естественно, из большого количества картинок. И чтобы наш магазин с вами был достаточно легок, мы с вами устанавливаем вот этот вот плагин. Он у вас появляется здесь первым. Мы пишем здесь установку. Он у нас встает. Вот у нас активировать его. Мы его активируем. И он у нас появляется здесь в наших плагинах. Мы также устанавливаем плагин Joas. Информацию об этом плагине вы тоже можете найти у меня на сайте. Этот плагин у нас, вот он здесь появляется на первом месте. Мы его активируем. Плагин этот нам необходим для того, чтобы мы могли оптимизировать наш магазин. Вот плагин появился. Вот он у нас здесь. Мы с вами потом, чуть позже, с ним будем работать, будем его настраивать. Здесь нам нужно будет активировать AkiSmet. Данный сайт у вас на поддомене, поэтому вам достаточно будет ввести здесь тот ключ, который у вас зафиксирован на всех ваших блогах. Вот этот мы плагин удаляем. Он нам здесь совершенно не нужен. Ну и здесь необходимо нам установить все те плагины, которые нам помогают создавать нормальные ссылки нашего сайта. Это еще добавляем плагин CirtoLat, который переводит наши ссылочки на латиницу с русского языка. Пишем установить. Вот такой чистый плагин CirtoLat без всяких дополнительных записей. Вот все установлено. Активируем плагин. Как видите, у нас есть изменения теперь в установках плагина. Вот наш этот плагин CirtoLat установлен. Ну и пока на этом остановимся мы с вами. Итак, все основные плагины мы установили. Основные настройки сделайте. Теперь давайте просто на секундочку зайдем в наш плагин, который мы только что установили в его настройке. Вот здесь мы будем с вами делать все настройки нашего плагина. Посмотрите. Здесь нам нужно посмотреть в основных настройках еще базовое расположение. Мы уже установили с вами Россия. Продавать будем мы. Если вы во всех странах мира, то вы во всех странах мира продаете. Если вы в определенных странах будете продавать, то вы должны выбрать эту страну. Страну мы выбираем в данном случае, я выбираю опять Россию. Вот она. Выбираем. Доставка во все страны осуществляется. Каким образом локация доставки, доставка в определенные страны. Опять выделяю какие страны. Россия опять. Геолокация. Стандартное имею расположение. Значит, или у вас будет адрес магазина, или выбираете геолокацию с поддержкой кэширования магазина. Вот таким вот образом. Включаете или не включаете налоги и расчет. Валюту мы уже с вами выбрали. Мы выбрали позицию валюты. Все эти вещи мы с вами подобрали. Просто сохраняем наши изменения. Ну и здесь у нас с вами пойдут товары. Выбирая то, что мы с вами пытались уже настроить. Здесь у нас будет доставка. Об этом мы будем говорить чуть позже. Здесь у нас с вами платежи. Тоже будем говорить чуть позже. Аккаунты. e-mail и так далее. То есть познакомьтесь пока с этим плагином. Вот таким образом. Настройте его. А в следующем видео мы с вами будем добавлять товары. Вот чтобы добавить товары, вам необходимо сейчас подобрать очень качественное изображение этих товаров. Вам необходимо подобрать очень подробную, четкую, такую, но достаточно лаконичное описание ваших товаров. И сохранить это в какой-либо папочке или на каком-либо документе. Так, чтобы вы очень быстро могли добавить всю информацию в ваш магазин. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч.